Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы в этом уверены, не сомневаемся, мы тоже постараемся не подкачать Конечно, мы будем создавать хорошее настроение полностью, тотально Так что будьте настроены на то, что это утро вы проведете в хорошей, доброй компании И уйдете на работу, либо куда вам нужно, в самом хорошем и благостном расположении Вот так, начнем мы прямо сейчас 26 апреля во Дворце Республики концерт Оркестра Главного Штаба Вооруженных Сил Приднестровской Молдавской Республики Это будет вечер памяти музыканта Вячеслава Гордзея Мы подробности вам уже рассказывали, но хочется еще раз пригласить вас на этот концерт И делать мы это будем в компании нашего гостя, народного артиста Республики Дирижера Оркестра Главного Штаба Вооруженных Сил Приднестрова Виталий Воинов, здравствуйте Доброе утро, Виталий Васильевич Очень приятно Виталий Васильевич, уникальный концерт будет уже завтра, 26 апреля Выступит оркестр И главное, что здесь, наверное, стоит отметить, что это, конечно, вечер памяти Большого музыканта, человека, которого знают абсолютно все музыканты в Приднестровье Многие его ученики, коллеги, ну и вы дружили много лет Да И здесь, конечно, хочется отметить, что это была такая ваша инициатива Сделать такой вечер памяти Да, мне очень приятно, во-первых, что вы пригласили Вот, тем более, что вчера было ровно пять лет День смерти, Вячеслав Александрович Вот, мы долго думали И все-таки мы не могли пропустить это, чтобы сделать вот этот вечер памяти Вот, и спасибо большое, что очень многие люди откликнулись на это Вот, я вот попросил прекрасного режиссера Наталью Александровну Голубь Она писала сценарий для этого концерта Вот, но и самое главное то, что мы решили это сделать не так, как просто концерт А вот, как будто раньше была передача «От всей души» Вот именно, чтобы каждый мог прочувствовать Как будто вот он с нами рядышком вот был И я думаю, что все это получится И я думаю, что нашим преднестровцам понравится Вот, и самое главное то, что помимо нашего оркестра Будут еще принимать участие в концерте Вот, и преподаватели Суклейской музыкальной школы И преподаватели, и студенты нашего Института искусств Также будут принимать участие в концерте И есть даже дети, будут прекрасно с нами петь Девочка-песенька Лисички, Мадлена Также будет спасибо Светы Касьяновой Нашему прекрасному тренеру Танцевальное сопровождение Да, потому что они будут танго танцевать В альбальнике, красота Вот, и что больше всего Я хочу их всех поблагодарить за это Потому что откликнулись И все с удовольствием хотят принять в этом участие И я думаю, что слава бы Увидевший этот, конечно, остался Увидел, какая любовь его учеников Его любителей, его мастерства Его... Так как он играл на баяне Но я не знаю этот Они объездили вот с этим трио Они объездили весь союз И он мне много очень рассказывал об этом И, конечно, я говорю Побольше бы таких людей И совсем наше бы искусство Еще выше поднялось Здесь важно отметить Что человек жив Пока жива память о нем И здесь это как раз про это Что он оставил после себя наследие Что его ученики Его друзья его помнят И вот таким образом вспоминают о нем Это, конечно, самое главное в этом Но и хочется отметить Что будут звучать как раз Его авторские произведения Вот это важно Вячеслав Гордеев же был Прекрасным композитором И здесь в исполнении оркестра Музыканта будут звучать Именно его произведения Конечно Мы долго Мы долго С нашим худсоветом сидели И думали Какие произведения именно показать И вот мы Прекрасно этот Во-первых, вы правильно сказали Что именно есть авторские Его композиторские Но я не буду говорить Что он там написал И гимн ММЗ И гимн Тирасполю И гимн Это, да А именно вот Прекрасное произведение Будет играть Вот Павел Кушнер Будет играть на тромбоне Вячеслав Александрович Написал для своей любимой жены Вот песни этой «Лисички» Которую Это тоже он посвятил Своей супруге Вот И Есть произведения Вячеслав Александрович Он очень увлекался Этноджазом И есть произведения Вот которые мы Вот мы вчера как раз Вот сидели И все это думали Будем играть Вот этноджаз То, что мы играли В Питере в 2011 году В 2011 году Мы ездили на фестиваль Международный в Питер И вот там вот мы играли Где вот весь зал поднялся Как раз И вот мы как раз Это произведение Этноджаз Будем играть тоже Это Также есть произведение С которым мы ездили На первый джазовый фестиваль Военных биг-бендов Вот Мы ездили В 90-х годах Вот Тоже Там все Были Настолько Были восхищены Этим произведением Понимаете Сидишь Вот и поднимается Настроение Настолько Все было Поэтому Будет интересно Также будет интересно То, что Мы очень долго Собирали Материал Фотографии Тех педагогов Которых уже нет с нами К сожалению Царствуем всем небесное И вот Наш солист Оркестра Будет играть Соло на трубе Это вокалист Молчанова Вот И вот На этом вокализме Мы покажем Чтобы Зал И наши все Присутствующие И музыканты И Жители Приднестровья Они вспомнят Всех Кто И Музыкантов И преподавателей И всех И я думаю Что это будет Очень Тем более Что Мы так это Преподнесем Что Будет очень Интересно Вот Поэтому Вот эти Произведения Также У него была Прекрасная Вот это уже Аранжировка Его Мы как-то Ее Где-то лет 25 назад Играли У него есть Аранжировка Так и называется Произведение Куба Это вот Латиноамериканское Все это И у нас Это настолько В его аранжировке Настолько Оно будет Эффектно Это будет Финальное Ну А Гвоздем Конечно Программы Будет Он очень Долго Работал Над Я его Давно Попросил Чтобы он Сделал Какое-то Хорошее Пупыри Вот На тему Песен Вот 80-х годов Вот Он сделал Где-то И прекрасное Произведение Произведение И вот И вот В исполнение Наших Солистов Вокалистов Вот Это тоже Будет Преподнесено И Уверен Что в зале Не будет равнодушного Потому что Это те Именно песни Не то что Песни на один день А это Вот именно Те песни Которые Через 30 лет Через 40 Они в сердце Остались Чем ценится И композиторы Все Когда вот Им на его Произведении Живут Понимаете Это не то что Сегодня написал Завтра сыграли Послезавтра забыли Вот А вот это Именно Вот он Сделал И мы специально Это произведение Вставили Вот Поэтому Я говорю Будет Ну Настолько будет Интересно Все Потому что Есть и джазовая Композиция Которую он делал И этно-джаз Вот И чисто фольклор И Лирика И поэтому И вот Тем более Что будет И баян И оркестр Будет И интересное Произведение Играть Вот И трио Преподавателей Главного ученика Валентина Чабана Который сейчас Завкафедрой Народных инструментов Вот Он же будет С нами Играть И танго Зависть богов Вот где Будет и танцевать Поэтому Но я не думаю Что этот Что этот Этот концерт Приватиться Типа Вот В какой-то там В траурный Нет Потому что Есть эти произведения Потому что Весел Александр сам был Он был всегда Веселый Он был всегда Дружелюбный Такой Его все Я не знаю Вот мне Вот честно Вот сколько Вот я помню Мне кажется Нет такого человека Чтобы его Этот Не уважал А возьмите Его друзья Вот сейчас будет Так же Вот у нас будет ролик Где вот Дает интервью Эмиль Кройтер Это же Композитор Вот Молдавский И так же Вот С Америки А где-то Лет Двадцать назад Его ученики Которые находятся В Америке Там И преподают Этот Они ему купили Они ему купили Билет Они его туда Пригласили Он там Был две недели Они его вводили В этот И этот На концерты Там И Чикаго И он был Этот Хоть ему даже Там Предлагали Этот Чтоб он там Остался Остался Да Но Естественно Что это был Веслой Александрович Был настоящий Патриот своей родины И Я говорю И сейчас Вот много Вот вся эта молодежь Мы стараемся Так чтобы они Брали Брали с него пример Вот Потому что В самом деле Было с чего И правильно Есть прекрасная Поговорка Что Талантливый человек Он талантлив во всем Вот куда не подойдешь Вот Как-то мы с ним Оставались Там Наши жены уехали Он на кухне Как этот Ну как будто Шеф-повар Он все умел делать И все у него Всегда на месте Находится Этот У него прекрасные сыновья Женя Вот Один в Питере Один здесь Этот И насколько Вот они Вот настоящая семья И с них Очень многие Брали примеры Вот настолько Сколько он С Ларисой Павловной Пожил К сожалению Да Она ром на год Пожила Этот Без него Ей было трудно И вот она тоже В двадцатом году Она тоже Ее не стало Вот Поэтому Я говорю Что Ну я уверен Что вот эти Произведения Все И весь Славис Александрович Будет все время В наших сердцах Вот Поэтому я И хочу Этот Во-первых Хочу тоже сказать Пользуясь моментом Хочу сказать Большое спасибо И Дирекции Дворца Республики И Марии Андреевне Крымы Что Предоставили нам Этот зал Вот Что Хочется это сделать Так Чтобы оно осталось В памяти Тем более Что Перед началом Концерта Я специально У Геннадия Вот То что Трио И Сын его Женя Дал нам диск Мы будем Перед началом Концерта Будет Тихонько Звучать Именно Произведение В исполнении Этого Трио Которое Вот Чтобы Люди Прочувствовали Многие Может быть Даже Сейчас Молодежь Может быть Даже Они этого Не слышали А вот Они это Услышат Потому что Молодежи Будет много Молодежи Будет много Поэтому Ну естественно Что и всем Участникам Кто принимал Откликнулся И принимал В этом Поэтому я Приглашаю Всех Наших Приднестровцев Тираспольчанин Билеты в кассе Есть Еще Поэтому Пожалуйста Приходите Я просто Уверен Что вы Получите Большое удовольствие Мне очень Нравится То что вы Говорите Что это Не просто Какой-то Концерт Грусти Как иногда Девут Когда звучит Концерт Памяти Ощущение Что все Это траур Все грустные Все вспоминают А тут как раз Человек И эта энергия До сих пор В его музыке И как раз Вот с этим Можно ознакомиться И прийти И просто почувствовать Насколько Великий был человек Вот Вначале Вот это Будет только А потом Во-первых Мне очень приятно Что настолько Будет Во-первых Наталья Александровна Голубь Она будет Сама вести Этот концерт И настолько Она даже У него будет Очень интересно Она будет У него связь Будет с залом Она будет в зале И Ну Еще раз Говорю Это Этот концерт Ну Он прорежиссирован Очень хорошо Прорежиссирован И не то Это просто Вот как для галочки Знаете Делать Нет Мы старались Это сделать Чтобы это было Все профессионально Ну и Может быть даже Некоторым Нашим Нашим Молодежи Что Они на этом Учились Вот Потому что В самом деле Этот человек Этого заслуживает Ну Мы еще раз Присоединяемся К вашим приглашениям Тоже приглашаем Наших телезрителей Концерт уже завтра Во дворце республики Восемнадцать ноль ноль Такой большой музыкальный вечер Оркестр Профессиональные музыканты Уникальная музыка Авторская Нашего Приднестровского Большого артиста Большого мастера Вячеслава Гордзея Познакомиться Будет же и ролик Да Немножко Конечно Не один ролик Ролик Да Когда можно будет узнать Больше об этом человеке Потому что действительно Может быть уже Современное поколение Не все знакомы Да Так близко Это будет возможность Познакомиться Потому что это наше Большое музыкальное наследие И здесь есть возможность К этому прикоснуться Ну и просто получить удовольствие Конечно От музыки От этого звучания От подхода Потому что Важно сохранять эту память И вам, Виталий Васильевич Большое спасибо Что вы храните Спасибо Храните эту память И по-дружески И так это по-музыкански Что вы все это сохраняете И передаете уже Молодым артистам Спасибо вам огромное Вам спасибо за приглашение И тоже вас приглашаем на концерт Мы будем рады вас видеть Спасибо В нашей студии сегодня Народный артист Республики И дирижер оркестра Главного штаба Вооруженных сил Приднестровья Спасибо Виталий Воинов Спасибо 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 Как всегда Рубрика Александр Дич И на этот раз От моей коллеги из интернета Астролога Анжелы Перл Я такого еще не слышала Это у тебя новая подруга Я решила не рассказать Она назвала Три знака зодиака На кого обрушится Денежное цунами До конца апреля До конца апреля Осталось не так уж и много Поэтому нужно Чтобы это денежное цунами Уже приближалось к вам Хотелось бы И три знака зодиака На которые деньги просто посыпятся Барбанная дробь Овны, девы и весы Нет, тельцы и козероги продолжают работать за стандартную ставку А овны, девы и весы с ними делятся В общем, если на вас что-то обрушилось, можете принести часть к нам Нам будет приятно Нам будет очень приятно Ладненько, все-таки давай тогда к гороскопу Овны смогут стать центром и душой компании Поэтому не бойтесь принимать предложения Даже если вас зовут в незнакомую компанию Чтобы сегодня не случалось Овнам следует принимать быстрые решения Руководствуясь тем, что подсказывает сердце, а не разум Да, принимайте Тельцы Сегодня возможны конфликты из-за финансового вопроса Вот они уже и начинались Да, ну потому что цунами-то не на меня Но отвернулось Это могут быть разногласия с супругой либо супругом на тему семейного бюджета Все разрешится благополучно, если проявите терпение и понимание Более того, семейный бюджет пополнится, так что не тратьте нервы зря Ну, я тебе хочу сказать, нет супруга, нет финансовых проблем Нет проблем, так что можешь просто наслаждаться Для меня этот гороскоп чуть-чуть ими воходом У кого нет супруга, у вас финансово все стабильно, да Дальше Сегодня близнецы сделают что-то такое, что заставит их гордиться собой Близнецы, попробуйте сегодня разбудить свою дремлющую интуицию Можете смело на нее положиться Полагайтесь полностью Раки, сегодня вам предстоит заняться бытовыми вопросами Окажется, что эта задачка не из легких Много будет неожиданных хлопот, но вы все осилите Ну, такой бытовой день Это самое главное, в общем-то, да Львы Ох, и упрям же лев сегодня Вот так говорит гороскоп На все белое вы говорите черное И даже понимая, что вы неправы Упорно стоите на своем довотях окружающих до белого коленя Причем сам же понимает лев, что неправ, но продолжает вредничать Звезды рекомендуют вам где-то в обед устроить физкульта пятиминутку Чтобы хоть немного спустить свой пар Да и просто не нервничайте, все пройдет Ну, львы упертые товарищи, поэтому им действительно кажется Если я рявкнул Все получится Девы, кажется, что время стало резиновым Вы столько всего успели, а прошло каких-то полчаса Уже к обеду представители стихии земли почувствуют усталость И будут думать только об одном Когда же наступит вечер? Терпите, он точно наступит Безусловно Весы, не стоит бездумно верить всему, что вы сегодня услышите А в целом день будет хорошим Возможно, долгожданные новости, и они будут приятными Это самое главное Хорошо, скорпионы, хорошее утро, быстротечный рабочий день И спокойный вечер Вот прогноз для скорпионов на сегодня Сегодня скорпионы должны подружиться с часами Иначе могут не успеть туда, куда очень надо То есть, да, очень спокойно, но очень спешите, куда вам нужно Стрельцы, не позволяйте всяким мелочам испортить свое настроение Сегодня стрельцам будет полезно как можно больше общаться с единомышленниками и друзьями И не только сегодня, а каждый день Общайтесь на здоровье Сегодня козероги смогут заняться чистотой в своем жилье и процесс уборки И даже не будет их раздражать Мечтал? Нет, ну вот это, не будет их раздражать, это про нас Стоит хоть немного времени уделить уборке своего рабочего места Ну, в общем, так себе денек Если честно, да Но главное, что тебя это не будет раздражать Ну, вроде как Водолеем, день нелепых ситуаций Конечно, на банановой кожуре вы вряд ли подскользнетесь Но можете, например, читать длинную нотацию кому-то относительно забывчивости И необходимость все записывать А потом возьмете и тут же забудете что-то очень важное Поэтому особенно не ругайтесь Все мы просто люди Сегодня рыбы будут возвращать долги, что улучшит их материальное состояние То есть, вы вернули долги, вам стало лучше Ну ладно Вам стало просто как-то спокойнее на душе На душе, да Если у рыб запланирован поход в парикмахерскую То постарайтесь отменить его, дабы потом не разочароваться в результате Да, сегодня ваш мастер будет не в настроении Поэтому аккуратнее Но если вы все-таки прислушиваетесь к гороскопу Можете прислушаться к такой конкретной рекомендации Ну, а у нас на очереди следующий сюжет Знакомство с девушками-модельерами Они много творят Придумывают Занимаются тем, что им нравится Но нам всегда нравятся такие истории Нравится рассказать об этом вам Конечно, потому что наша программа Она в первую очередь о тех людях, которые здесь живут Чем-то интересным занимаются И мы очень любим делиться такими историями Можно кабинет побольше? Нам очень тесно После этой публикации студенток перевели в просторный кабинет Сила мысли и инстаграма в действии Реальный случай из жизни ПГУ в Бендерах У группы модельеров-конструкторов есть личный аккаунт Там университетская жизнь, рабочий процесс и новые коллекции На первом курсе у меня появилась идея создать страницу общую Первые посты у нас были занятия физкультуры Потом подключились наши преподаватели И начали нам давать разные идеи на новые ролики После этого мы начали чаще выкладывать видео, риусы в инстаграм Хотите покажу, как я это сделаю? Записывайте рецепт Берем это, это, это и вот это Потом все это вместе смешиваю И все готово Дебульки-красотульки Так их называет преподаватель И решили так назвать и страничку в инстаграме Всего 80 подписчиков Но за охватами здесь никто не гонится Все ради удовольствия Это видеоблог Мы дошиваем новую коллекцию У нас чаще всего выходят видеоблоги Мы с девочками в рабочей обстановке Начинаем снимать, показывать, что мы делаем, как мы чертим Мы даже из-за этого получили новый кабинет Когда мы только поступили сюда, нам дали очень тесный кабинет И мы как разложили все 13 человек свои чертежи Очень было тесно Некоторые в коридоре Некоторые в кабинете И мы попросили у них новый кабинет Потому что нам было очень тесно Попросили в инстаграме Да Что это за коллекция? Когда вы ее создали и какой у нее стиль? Это коллекция Black and White Fashion Мы ее создали где-то в октябре Совсем недавно? Ну да, чуть-чуть Вот Стиль авангард Тогда был день учителя И мы решили к этому учителю устроить маленький такой дефиле Fashion week Да Работали в парах По два, по три человека Над одним образом Да, над одним Мы использовали фатин и корсетную ленту Из чего твой головной убор? Из строительных стяжек Из розочек искусственных А сейчас девушки продемонстрируют свои образы И вы сможете рассмотреть все детали Мой образ дополняет камни на корсете Яркий фатин Ободок И сережки Создание любого образа начинается с эскиза Здесь, например, коллекция в стиле милитари Большие карманы и темно-зеленый цвет Обязательные акценты А это творческое задание девочек Нужно было передать красоту животного или подводного мира И вот что получилось После эскиза делают чертеж в натуральную величину И затем выкройку А здесь коллекция в технике макроме Она известна всем И сейчас снова врывается в модные тренды Работа девочек со второго курса Всего у нас 7 изделий Эти шнурки к нам попали из бывшей фабрики Вестра Нам их дали И мы уже разработали серию эскизов И приступили к выполнению моделей Их можно сочетать с трикотажем Думаю, основа может быть и с трикотажа Изначально я поступила на год на швею Отучилась Потом поняла, что можно поступить еще на моделера-конструктора Можно создавать свою одежду от начала и до конца В прошлом году у нас была практика И как зачет И каждая девочка могла на себя что-то пошить И я взяла и пошила на себя эту блузку В магазинах очень мало выбора И решила, что пошлю на себя Такую, которая мне понравится Над чем вы сейчас работаете? Сейчас наши девочки работают над третьей летней коллекцией Мы вдохновились работами Гристиана Диора В стиле 60-х годов Так, где видно очертания талии и пышная юбка Очень много корсетов смотрю здесь на эскизах Вообще это бюстье У каждой модели будет свой тип Готовы две модели полностью И еще доделываются юбки И корсеты уже практически все готовы Мы попытались передать то, как в 60-х годах талия была почернута И пышная юбка Я так сказала, что уже во всех практически моделях пышная юбка То есть в виде песочных часов Мы пытались фигуру показать в виде песочных часов Коллекция закончат примерно через неделю И результаты можно будет увидеть в инстаграме группы Как тебе твой образ? Мне очень нравится мой образ Мы использовали лен, фатин и поплин Сейчас дебольки-красотольки на третьем курсе Планируют и дальше развивать свое дело Можете подписаться и следить за новыми образами Продолжаем приглашать вас на концерт И на этот раз концерт преподавателей и студентов Института искусств Много хорошей музыки Память о мастере-музыканте Викторе Зеленском Все это про предстоящий музыкальный вечер О котором мы подробнее расскажем уже в компании наших гостей В нашей студии Сегодня Галина Деде, это руководитель коллектива «Зеленский биг-бенд» И Александр Витюк, заведующий кафедрой музыкального искусства эстрады Нашего Института искусств Здравствуйте! Доброе утро! Предстоящий концерт, но такой особенный Если вот изучать афишу Видно, что такой основательный подход Это вообще отчетный концерт кафедры музыкального искусства эстрады Будут при этом приглашенные гости Ну, уже такие именитые музыканты, известные Ну и, конечно, все это приурочено к 85-летию Большого мастера-музыканта Виктора Зеленского В общем, мы сейчас подробнее обо всем этом О всем пунктиком пройдемся Не думайте, что Маша такая умная Просто он с афиши на столе лежит Естественно, она все крупненько прочла Ну, в общем, давайте действительно разбираться Я думаю, что в первую очередь хочется обозначить Кто будет непосредственно на сцене Потому что мы так в общих чертах сказали А вы уже нам расскажите, каких артистов увидят зрители 28 апреля На сцене у нас будут прежде всего, конечно, это Я начну с главного, скажем так Это биг-бенд Зеленского Все основные музыканты, которые выращены были на нашей кафедре И практически все выпускники Виктора Горьевича В том числе и мы, конечно В биг-бенде будут участвовать наши звезды И наши народные артисты Это Юрий Гуров, будет также заслуженный артист У нас Петр Лужневский, Наталья Кирка Отличный работник Олечка Фрунзе Это наши солисты В программе будут звучать с биг-бендом Авторские произведения и аранжировки Виктора Горьевича Из аранжировок, конечно, самое известное Это «Очий дом» Дементьева Это «Для меня не от себя прекраснее» Юрия Антонова Всем известные произведения Но его авторские произведения, конечно, не так известны Но не хватит, наверное, всего вечера, чтобы все это рассказать И передать все краски, которые там будут «Молодушка» будет исполняться инструментальным ансамблем Также будет аранжировка Рикадо Бусанова В исполнении вокального ансамбля И биг-бенди, конечно, это будут И самые знаменитые его произведения На молдавском, на русском языках Одно из них «Пести Мэри Леди Сари» Прекрасное, тоже очень интересное произведение И апофеоз всего этого будет Это «Суарили Сенсуари», конечно Произведение для оркестра Это молдавская народная песня Написанная для оркестра И для восьми голосов вокального ансамбля Очень сложная, очень разнохарактерная В каждом отрывке видна красота природы Вообще молдавского народа Виктор Григорьевич передал это все в таких красках Но просто неописуемых Будут студенты Института искусств Непосредственно кафедры музыкально-искусство эстрады Когда-то Виктор Григорьевич эту кафедру и основал Я правильно говорю? Да, безусловно Кафедра была основана в 1990 году Но первый выпуск был в 1991 году И в этом же году был сформирован Биг Бенд Тогда он еще не имел имя своего наставника Создателя, нашего педагога А сейчас с 2014 года решением ученого совета нашего института И усилиями нашего педагогического коллектива Который в общем-то на кафедре состоит из воспитанников Виктора Григорьевича Было присвоено имя Виктора Зеленского Биг Бенд имени Виктора Зеленского То есть 2014 год как раз после ухода получается Да, в 2013 году он ушел В 2014 году было принято решение Кстати говоря, возле нашей кафедры даже есть мемориальная доска На которой тот, кто попадает, скажем так, в стены нашего института Может ознакомиться Даже не будучи студентом, например, кафедры нашей Музыкальное искусство эстрады Он может ознакомиться с этим выдающимся человеком Поскольку он работал также не только до 90-го года Когда, собственно, появилась эта кафедра Он работал на других кафедрах И педагогический состав его знает В общем, известная личность Ну, конечно, для музыкального мира Приднестровья Очень много его выпускников Людей, кто с ним работал, учился И, конечно, важно, что вы тоже храните эту память таким образом И продолжаете это наследие Хочется отметить, что будут еще приглашенные гости Это Анна Адабеско и Паша Парфейни Это люди, которые выступали на Евровидении Ну, тоже такая значимая страничка Они здесь наши приднестровцы Которые достигли определенных музыкальных успехов И они тоже возвращаются в родные пенаты Вот для того, чтобы, опять-таки, эту память сохранять Это тоже важно Здорово Что ребята исполнят? Паша Парфейни исполнит одно из самых значимых, наверное, произведений Виктора Григорьевича Это Плай Меоритик Плай Вообще произведение написано на трех языках Ну, в большей части, конечно, на нашей стороне, скажем так Больше на русском исполняется А на молдавской стороне больше, конечно, на молдавском Но есть еще и английский текст Ну, Паша будет на молдавском, я так понимаю, петь Наверное, у нас еще не было репетиции У нас все впереди А Аня будет блюзу моря петь Тоже на молдавском языке Автор Динга Молдавский автор Вот И также они, конечно, исполнят еще по сольному произведению Ну, программа насыщенная Очень насыщенная Надо успевать покупать билеты Еще билеты есть в продаже? Я не знаю Просто освещаемся, рассказываем, как бы хорошо было, если бы вы пришли и послушали Я думаю, что пригласительные разлетелись просто вообще в миг 200 пригласительных разлетелись, как горячие пирожки Я заглядывала на билет ПМР Там, конечно, вся серединочка, вот все самые лучшие места Еще два с краю есть Да, все это раскуплено, конечно, немножко совсем билетов осталось Поэтому вас тоже приглашаем 28 апреля во Дворце Республики на главной сцене Большой музыкальный концерт Ну, конечно, очень здорово Наверное, для студентов в кафедре это тоже такой, ну, своего рода экзамен, да, очень важный Которому готовиться и для которых это какое-то такое особенное событие Ну, безусловно, как мы знаем, история, да, без истории нет будущего То же самое здесь Необходимо приобщать подрастающее поколение, в том числе студентов Одно дело, когда студент просто, да, выступает в стенах института, да Другое дело, когда он выступает на главной сцене Республики И он чувствует ответственность, то есть за этим стоят годы работы, да Те произведения, которые он исполняет, тоже педагоги работают над этим Это очень сложный труд, это очень сложный путь И мы, как, кстати говоря, тоже не просто преподаватели, да, мы тоже будем участвовать в концерте Да, у нас есть номер Не просто вы нам это все рассказали, да, и будете стоять так со стороны и говорить Плюс, мне кажется, большая ответственность того, что все-таки ты представляешь целую школу И он как будто за тобой в этот момент стоит, да, определенная ответственность существует Потому что одно дело, да, когда ты в институте играешь, да, какой-то отчетный концерт Другое дело, когда ты уже представляешь определенное понимание музыки и вообще, как это преподносится Поэтому, ну, я думаю, очень волнуют студенты Ну, у нас отчетные концерты ежегодно всегда проходят И, конечно, мы стараемся разных студентов выставить, чтобы все почувствовали вот эту атмосферу И все переживали по этому поводу, скажем так Но на самом деле для них сейчас очень большое удивление играть музыку Зеленского Потому что слышали наслышанные буквально нескольких произведений А то, что мы сейчас взяли в работу, это абсолютно другая музыка Она настолько сложная, она настолько интересная, что ее, чтобы понять, надо ее учитывать Поиграть Поиграть, причем в нее вникнуть И первое ощущение было просто даже, когда видят ноты Паника А это за значок, да, откуда? А ноты-то написаны еще практически все от руки У Виктора Григорьевича почерк, скажем так, не самый выдающийся Гениальный назовем Гениальный, да Мы когда поступили, мы тоже очень много лет разбирались в этом Сейчас, конечно, мы уже это читаем с листа В манускрипте оставили А студентам очень тяжело Тем более у нас сейчас так получилось, что в Биг Бенде группа саксофонов Это у нас абсолютно студенты И с их главным педагогом Олегом Руденко И им, конечно, очень тяжело И спасибо Олегу, который их просто берет еще на себя И отдельно с ними еще занимается, конкретно учит эти партии Поэтому это мне, конечно, как руководителю Биг Бенда облегчение, скажем так Но произведения очень сложные, очень сложно написанные И я бы сказал, что их не с первого раза можно понять Вот знаете, есть такая музыка или там живопись Либо еще какое-то искусство, да Которое вот с первого раза его не поймешь И потом, чем больше ты его слушаешь, чем больше ты видишь, да Вот это все, знакомишься с вот этим вот Ты понимаешь, насколько это действительно красиво, гениально даже, я бы сказал После первого исполнения «Суарили сенсуария» калятки Это было лет 20 назад Я была еще студенткой И я его дирижировала на госэкзамене И вот мы выставили на большой концерт это произведение Когда я закончила, я сняла В зале была голубовая тишина И я смотрю на лица музыкантов У них у всех такие глаза, они тоже не знают, что делать Тишина голубовая Когда я уже повернулась и уже поклонилась Вот только тогда издалека откуда-то начались хлопки То есть люди были ошарашены просто таким произведением И мы, конечно, это произведение не выставили на самую коду Чтобы люди не ушли в шоке Чтобы не пугать зрителей Оно будет раньше, и после этого уже будут наши звезды Так что все будет плавненько, аккуратненько Я думаю, произведения будут на любой вкус На любого зрителя абсолютно Программа разнообразная, разнохарактерная У нас же будут еще студенты и на гитаре будет парень играть И вокалистка, и саксофонист, дуэт с трубачом у нас будет Коллектив педагогов будет В частности мы будем исполнять произведения Еще вокальный ансамбль Различные сочетания Как бы и вокальный, и инструментальный И вокальный инструментальный И бэнд, то есть оркестр Очень много разных будет таких И солисты, соответственно, тоже Всем должно быть интересно Мне кажется, для преподавателей тоже своего рода экзамен Когда студенты смотрят Ну давай, ты так там умничаешь Давай, сыграешь что-нибудь Вы знаете, выйти в бэнд, просто сесть за фортепиано Как это у меня было на протяжении всех моих лет Скажем так Это одно Я за себя просто ответственность несу А тут я выхожу уже в роли руководителя Это абсолютно другая ответственность Это очень тяжело Приходится ходить по прямым эфирам Это да Не без этого Очень здорово Вот то, о чем вы говорите Правда, и разнообразная, насыщенная программа Очень много тоже участников И возможность студентам почувствовать себя артистами на сцене Как это положено Это очень важно И память, конечно, о мастере Потому что его уже нет, получается, больше десяти лет Но, тем не менее, его дело живет Уже его студенты сами преподают И передают дальше это мастерство искусства Сохраняют память о нем Мне кажется, это очень-очень важно Это, конечно, такая отдельная особенность этого концерта Мы еще раз приглашаем наших телезрителей 28 апреля Уже на этих выходных В Большом зале Дворца Республики Как мы уже успели отметить Билетов совсем чуть-чуть Но, тем не менее, они еще есть Можно свой урвать В три часа дня концерт Создать себе прекрасное такое музыкальное настроение Окунуться в эту атмосферу Это, конечно, замечательно Вам большое спасибо За организацию таких музыкальных проектов Потому что, конечно, это всегда все непросто Это очень много работы Но главное, что... Главное, это искусство Музыка, память И все это вы делаете и сохраняете В нашей студии сегодня... О, вы меня... Я поняла, да? И небольшая взяточка Вы понимаете, да? И мы, конечно, хотим вас тоже пригласить на этот концерт Пожелать вам прекрасного... Спасибо большое Благодарим Прослушивания, прекрасных эмоций И мы будем делиться тем, что у нас внутри нас С нашим сокровенным вместе с вами Спасибо огромное У нас приятные очень бонусы От работы замечательные Видите, если кто-то не успеет урвать свой билетик У нас они есть 200 пригласительных Вот два из них Четыре Четыре 196 мест пригласительных Четыре из них наши Да, мы благодарим С нами сегодня Галина Деде Александр Витюк Ну, уже встретимся, получается Во дворце Республики Обязательно Приходите Спасибо вам большое Всего доброго Мы продолжим приглашать вас На интересные концерты Спектакли Мероприятия Чтобы вы проводили время С пользу и с удовольствием Мы всегда любим говорить Что отдых обязательно нужно планировать И вот у нас сегодня Все наши гости Как раз говорили О том, как можно провести Замечательно музыкально Свое время Еще раз напоминаем 26 апреля Соответственно, уже завтра Во дворце Республики Будет большой концерт В памяти музыканта Вячеслава Горзея Выступит оркестр Главного штаба Вооруженных сил Приднестровья Оркестр Воинова Проще говоря В народе Да, все его знают Будут солисты Музыканты Замечательная программа Уникальная Потому что будут звучать Авторские произведения Это все наше Родное Приднестровское Наше большое музыкальное наследие Приходите Это будет очень здорово Судя по тому, что Рассказывал Виталий Васильевич Действительно программа Особенная Да, ну и плюс будут, конечно И трогательные моменты Будет история Будет знакомство с музыкантом Воспоминания о нем То есть здесь будет И праздник музыки И в то же время Такая лирическая часть Которая, безусловно Тронет сердца зрителей Ну и вот гости Которые совсем недавно Да, вот Были в нашей студии Галина Александр Я киваю просто подтверждая То, что она говорит Все правильно Да, да Галина Александра Они уже приглашали На концерт 28 апреля Тоже во Дворце Республики В 15.00 начало Это отчетный концерт Кафедры музыкального и искусства Эстрады Наш институт искусств Зеленский биг-бенд Тоже получается Своего рода Концерт памяти Но уже о другом мастере Большом тоже музыканте Викторе Зеленском Все это Как я уже говорила Наше большое музыкальное наследие Прикоснуться к этому Очень здорово Здесь тоже супер программа Плюс именитые гости Паша Парфень Анна Адабеско Ну и наши родные музыканты И студенты И преподаватели Института искусств Тоже авторские программы Авторские аранжировки Композиции Виктора Зеленского В общем Круто Здорово Что у нас такое разнообразие Концертов Маша все правильно рассказала Я контролировал каждое слово Она правильно запомнила Все что нам рассказали гости А еще приглашаем в театр Традиционно Здесь уже я передаю слово Теперь я буду контролировать Мне очень нравится Что я говорю Традиционно мы приглашаем вас в театр И традиционно вы приходите Это приятно Мы работаем для вас В выходные Мы опять подготовили Самое лучшее У нас нет не лучшего Вот так Минутка самолебывания Как у нас каждый день Лучший день Так каждый спектакль Лучший спектакль Во-первых Хит Я не знаю уже скольки лет И сколько дюймовочек Там побывало Это дюймовочка Опять новый состав у нас И мы продолжаем играть В качестве дюймовочки Надежда Негру Это студентка второго курса Дмитрия Шамильевича И все это постановка Дмитрия Шамильевича Поэтому если даже вы видели Какие-то старые версии Старые не по возрасту А старые по длительности Я кстати видела Первую дюймовочку Вообще первую Маша такая древняя Что помнит первую дюймовочку Мне кажется Я тогда на телевидении работала Всего несколько лет И я снимала репетиции Премьеры И вот тогда Это была премьера Премьера То есть первый раз Ставили Я видела ту самую Первую дюймовочку Первую дюймовочку Глазами клоуна В главной роли Дмитрий Джуринский Он за эту роль Получил премию Театральную Это все в постановке Дмитрия Ахмадиева Приходить Очень трогательная история Глазами клоуна Настоящий такой театральный Спектакль Театральный настоящий спектакль Наверное Не такой простой для понимания Но при этом Очень-очень глубокий И такой пронзительный Те кто на нем были Находят Очень много параллелей Со своей жизнью А в воскресенье Еще один наш хит Это там Моцарт и Сальери В главной роли Дмитрий Шеменович Ахмадиев Он в Сальери Моцарт Дмитрий Джуринский Большой состав на сцене Все это очень Красиво и хореографически Выстроено Известная история Александра Сергеевича Пушкина В постановке Дмитрия Ахмадиева Лучшая хореография Опять же Выиграна премия за нее Поэтому приходите Смотрите Правда Если пропускали Настоящая такая шоу Театральное шоу На сцене происходит Причем По хорошей классике С глубоким смыслом Приходите Не откажите себе В удовольствии Приглашаем И на концерты Во Дворец Республики Приглашаем в театр И приятно Что у нас Достаточно много Таких культурных событий Это музыка Это театр Искусство Все это замечательно Поэтому не отказывайте Себе в удовольствии Вот прикоснуться К чему-то подобному Потому что это всегда Такое большое удовольствие Какой-то внутренний разговор Самим с собой А сейчас у нас будет Еще приглашение Уже эфирного характера Потому что сегодня же Четверг А значит Время выхода В эфир программы В путь по-новому Все у нас тоже В этом отношении Традиционно Стандартно Ну и раз у нас там Лучший день Лучший спектакль Лучший выпуск Тоже будет сегодня У нас каждый раз Лучший выпуск Лучший, да На этот раз Хорошая мотивирующая История для абсолютно Будет сегодняшний выпуск Будет сегодняшний выпуск Поехали Традиционно 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 Лучший Традиционно но еще не старый. И вот они. И 80 есть, и 70, и 60. Иногда сердятся, но потом говорят спасибо за ваше терпение. Назад. Вперед. Батман. Батман. И пауа. Па. 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 Вернетинская ты сама звездой. Градус на пределе, давление в норме. Танцоры со стажем вызывают на батл новичков. Чем ответим с Артемом? Увидите вечером. 75-летний Алексей Пономарев почти три десятилетия развивает активный туризм в Приднестровье, а еще занимается спортом. Участвует в забегах на длинные дистанции. За плечами уже шесть марафонов США и странах Европы, России и ближнем зарубежье. Четыре полумарафона. В эти выходные Алексей Михайлович готовится выйти на старт в Лужниках на двух дистанциях 5 и 21 километр. Я считаю, что для того, чтобы дольше ощущать полновесную жизнь, нужно для этого прилагать усилия. И важно соблюдать две вещи. Это постепенность и постоянство. После выхода на пенсию стать тяжелоатлетом решил и Николай Гуна. На первом турнире выступил в 60 и вот уже 10 лет не мыслит себя без брусьев, турника и штанги. У меня такой лозунг, я себе тоже относился. Не рекорды, а добиться чего-то, стать мужчиной, человеком и быть им всегда по жизни. Активные, спортивные и позитивные. Приднестровцы 60+. О секретах вечной молодости в программе «Вкус по-новому». Да, ну что? Я тебе говорил, что сегодня другие руля. Сегодня в 21.15 сразу после Кэба. Чтобы четверг стал максимально хорошим и продуктивным, расскажем о том, какая погода. Ну, судя по Маше, погода теплая, хотя и немножечко дождливая. Бывало ли, знаете, получше в конце апреля? Ну, слушай, ну еще все будет впереди, конечно. Но все-таки становится теплее, потому что у нас был период, ну, таких значительных... Похолодания. Да, холодов. Но все-таки столбики термометров уже хотят туда повыше забраться. Неуклонно забираются в гель. Да. На севере республики и в центре ночью 12-14, днем 18-20. Достаточно уверенно, но погода будет иногда хмуриться. Переменные, да. Осадки, да. Так что не совсем еще вот такая солнечная, основательная апрельская весна. Но мы к этой тоже придем. Движемся на юг. Ну, здесь у нас, получается, ночью, может быть, там плюс-минус теплее. Слегка прохладнее, днем чуть-чуть теплее, как будто совершенно неважно. Главное, что теплее стало от нас в душе. И вы это чувствуете. Апрель подходит к концу, не за горами май. Майские праздники, маевки, день рождения Маши. Фантазии 1 мая, просто напоминаю. Ну, и это утро вы как раз встречали в ее компании, Марии Фантазии. Да, и Александра Бондаренко. Мы очень старались настроить вас на позитивный, приятный день. Надеемся, что у нас это получается. Если нет, то вы пишите. Может, мы здесь себе сами иллюзии строим. Вы там уже плюетесь от нас. Вы пишите, не стесняйтесь. Будьте с нами на прямой связи. Добавляйте что-то новое. Рассказывайте свои истории. Мы обязательно с вами свяжемся и пригласим вас в публику. Мы открыты на самом деле. Наши социальные сети, есть Инстаграм, наши программы «Утро-ПМР», социальные сети «Первого Приднестровского». Нам можно писать, можно комментировать наши посты, предлагать темы для сюжетов, потому что мы в первую очередь, конечно, работаем для вас. Мы рассказываем о людях, которые здесь живут, об интересных проектах. Если вы знаете что-то такое, о чем мы не знаем, расскажите нам обязательно. Мы приедем и расскажем об этом уже на всю республику. Спасибо, что начинали этот день в нашей компании. Мы, естественно, надолго не прощаемся, потому что всегда скучаем и всегда рады начинать новый день в вашей компании. Мы, естественно, надолго не прощаемся, потому что всегда скучаем и всегда рады начинать новый день в вашей компании.